Мама, я уже передавила. Да, да. Здравствуйте. Всем привет. Ира, спасибо за такое представление. Я сама не знала, насколько можно сказать. Да, можно. Это очень приятно. Вот сегодня буду рассказывать, собственно, о том, как она организовывала эти мероприятия. Вот то, что, думаю, организовано мной за период нескольких лет. Я с Валентом посчитала, что у меня, конечно, в шестой год, когда я что-то делаю айтишное. И сама как-то стала удивительна, потому что вроде как вчера все приказано. Сема эта команда. Сема эта команда. Тут немножко еще не помню, спектак. У нас сейчас еще плюс один человек. Но мы такие вот веселые, активные. И крутимся в организации разных мероприятий. На протяжении года мы проводим различные крупные айти-конференции на 300-500 человек. Мы проводим метапы, которые занимаем айти субботом. И проводим разные мастер-капсы. Конференции у нас технические для программистов по языкам программирования. И в этом году мы решили провести, чтобы мы не совсем программисты были АПМ для продвижных менеджеров. И все очень неплохо прошло. И мы решили, что мы будем дальше продолжать следующую работу. Я что хотела сказать. Я никогда не считала себя каким-то экспертом в проведении айти-мероприятий. Ну и до сих пор на самом деле не считаю. Мне всегда кажется, что есть куда расти и зачем выриваться. И если говорить о сегодняшнем мероприятии, вот Ира приходила к нам на конференцию ВНЕК в этом октябре. Собственно, Яна меня пригласила сюда прийти, потому что я не заходила. Да, заходила меня выстрелить у себя. И Ира поговорила о такой момент, как раз была середина конференции, когда в основном напряжение спадает, выдыхаешь, все у меня идет четко, процессы налажены, ты расслабляешься. И подходит Эра и говорит, слушай, давай ты придешь к нам, расскажешь, как же это обменяло в эти мероприятия. Ну, я согласилась. Думаю, ну, здорово, чем-то интересным поделюсь. Впереди у нас была еще одна конференция до конца года. Думаю, что-то страшного. Вот сейчас спокойно проведем эту конференцию. Конференция, которую мы проводили неравненько, все понятно. Такие-то процессы похожи. То есть я особо не переживала. Думаю, классно, гладко все проведу и расскажу, поделюсь чем-то интересным. Ну, тут началось самое интересное, что все не было так гладко, все не было так просто. И на этой конференции стали происходить такие вещи, которые не происходили, наверное, на всех предыдущих. Вот. И появились такие фейлы, которые я вообще-то не мог как-то предположить и предусмотреть. Это я к чему? Что сколько бы вы не организовывали мероприятий, сколько бы у вас не было опыта, и как бы вы не думали, что я этот метап организовываю 10 раз, все будет хорошо, может и не быть хорошо. Поэтому мы всегда учимся, мы всегда получаем какой-то опыт, и мы никогда не будем до конца быть вот прям экспертом в проведении мероприятий. Сегодня будем говорить о каких-то моментах. Я постараюсь рассказать все этапы организации, мероприятий. Опять-таки, сегодня будет делиться каким-то своим опытом. То есть, это не будет каким-то маст для всех. Возможно, у кого-то это по-другому. У нас это работает так. Мы как-то стараемся это все систематировать. И я надеюсь, что сегодняшний мой опыт и знание будет как-то вам полезным. Остановимся на моментах поиска работы со спикерами, с участниками, подвижениями мероприятия. Работа с партнерами, с фонсовыми группа партнерами. Работа с партнерами, как это походит на мероприятие. Одна из самых интересных, наверное, истей. И что же делать после мероприятия, и на самом деле стоит ли что-то после мероприятия. Про этапы. Скорее всего, у вас самостоятельно возникает какая-то идея что-то провести. Она либо подникла у вас лично, либо пришла у нас куда-то сверху, например, начальства или от коллег, что, ну, надо что-то, надо что-то сделать. Потом вы определяетесь с темой вашего мероприятия, с названием вашего мероприятия. Понимаете, кто у вас, это два аудитория. Так вот, у нас в основном физические мероприятия. В голову у них только приходили только разные физические темы, но, наверное, у вас может быть и по-другому. Могут быть мероприятия для менеджера, для здоровщиков, но правда, что-то здесь все будет. И когда вы уже понимаете, что же вы хотите провести, для кого, вы начинаете думать о дате. Когда же это все провести? Значит, как выбирать дату зачастую? Скорее всего, дата будет такой, которая удобная для вас, которая, возможно, удобная для спикеров, если вы подстраиваете с какого-то одного или нескольких включенных спикеров. Поэтому этот процесс выбора даты может быть гибким. То есть вы можете сначала выбрать дату, потом искать спикера, или сначала поговорить со спикером, потом искать нужную дату. Что еще немаловажно, какие-либо даты, это то, что вам очень желательно не пересечься с похожим мероприятием, либо в день проведения, либо рядом с вами. То есть, условно говоря, если вы проводите этап по джероскуту, посмотрите, не проводит ли кто-то еще этап по джероскуту или по денту на неделю до вас, на поведение до вас или после вас. Ну, после вас это, конечно, чуть лучше, но все равно не надо так делать. Это очень некрасиво, когда вы спинируетесь перед чем-то мероприятием, которое уже запланировано, а вы будете я там, мы сейчас проведем за неделю и отхапываемся о цене новую историю, наверное, немножечко болевшими. Следующий этап, и он может быть, опять-таки, как и перед датой, так и после даты, вы выбираете и приглашаете спикера. Если мы не говорим о каких-то важных, ключевых для вас спикерах, особенно если это иностранные спикеры, то с ними нужно договариваться заранее и свою дату определять под то, как им удобно, как они к вам пригласились приехать, выступить у вас. По спикерам есть один момент важный. Приглашать спикеров в «Дай мирам». Особенно если мы говорим о них. У них, почему-то часто, когда мы проводим большие конференции, у нас всегда есть иностранные спикеры. Но даже с нашими украинскими спикерами, если это хороший спикер и он достаточно знаменитой человек, тоже за месяц вряд ли в акции его пригласить, и им нужно дать. С иностранными спикерами дело предстоит еще вот так. Их нужно предложать за год. Потому что если вам нужен какой-то классный спикер, который популярный, который вы знаете, что сделает вам эту программу, у них планы на выступления на разных конференциях и вообще во плавном жизни, они списаны точно на следующий год. И они уже знают, где они будут выступать, куда они будут ездить, какие у них там будут проекты. Поэтому за год – это очень амсимальный вариант. Но для нас это очень сложно. Мы, как можно досмотреть за год. У нас это коллеги, всегда непонятно, что будет. Можно, конечно, попробовать сделать это и за полгода, и за несколько месяцев. Мы так делали, у нас так получалось. Но это такой риск. То есть, вы можете его пригласить, он может заходить к вам приехать, но не смочь. Подружайте меня в следующий раз. А можно вопрос? Да. В зал можно подходить. Кто-то из детей, вы уже организовали это мероприятие? Да. Вы можете поднять, кто организовал уже? Я, порядка. Окей. У них есть чем поделиться. Да, вы, кстати, если у вас возникают вопросы, вы не стесняетесь меня поднимать, поднимать, подспрашивать. Возможно, я сейчас что-то не все расскажу, что вы хотите услышать. Вот. Вы можете по ходу спрашивать или потом спрашивать. После выступления, мы не будем делать вам. Значит, да. Чем самому это направо? Если у вас вы проводите конференцию впервые и никто вас не знает, у вас нечем поделиться, это сложно. То есть тут надо, есть несколько вариантов. Либо у вас есть знакомые наши спикеры, которые каким-то образом общаются с этими странами. Спикеры, допустим, они как-то в квикере достаточно часто переписываются или там на GitHub с другим образом, как-то контакт. если этот вариант не прокатывает, ну то есть если у вас таких возможностей нету, просто пробовать. То есть рассказывать, быть максимально открытыми, рассказывать, кто ваша цельная аудитория, что вы хотите провести, почему вы хотите его пригласить. Это может сработать или может не сработать. Также это может сработать, если у вас какая-то более-менее интересная конференция в Украине, не только в Украине. Это все. Это такой процесс. Когда вы договариваетесь уже с фидером предварительно, вы уже он согласился, вы договорились о какой-то дате, это такой вступительный small talk. Потом вам нужно определить такой удобный способ с ним коммуникации. То есть если вы достучались для него по почте, то факт, что почта, электронная почта для него самый удобный способ коммуникации. Возможно, у него приходит куча писем и он ваши письма просто будет пропускать, он говорит, да, будем обещаться в классе, но это может так удобно. Окей, перемещаемся в удобный ход коммуникации и на другие способы не перескакивая. Ну, это, по-моему, правило, даже деловой перескакивает. Что еще? Ничего не толчим не вы не можете себе что-то представить, не проговорить это и считать, что спикер так будет что-то считать, какие-то договоренности. абсолютно все можно прописывать, абсолютно все нужно заранее согласовывать, спрашивать, устраивать или не устраивать даже самые какие-то мелочи. Начиная от прилета, например, если это иностранец, согласовывать, когда ему удобно перететь, какой билет ему лучше купить, удобно ли ему будет жить там, где вы планируете поселить. Что касается наших спикеров, удобно ли ему будет располагаться программам в таком послоде, в таком в таком послоде, в таком послоде, окончательную программу на всеобщий просмотр. Договоримся обнимаемо. В общем, когда вы готовите спикера или значит готовите спикера, у вас может быть спикер такой профессионал, который выступает в 50-м году, у него заготовлены 10 тем, он для них всем такой ритм brilliant, и я сейчас не знаю, но наши спикеры уже есть, например, который был начальник выступления приходит, он говорит, а у меня все есть, да, то есть есть спикеры, которые уже готовы, и вам не надо особо их задалкивать. Типа раз ты думаешь, что ты будешь рассказывать. Но к таким спикерам дублайны тоже применимы, дублайны применимы ко всем спикерам. У вас должен быть согласован дублайны, когда вы получаете чистовой вариант презентации, когда вы получаете чистовой вариант презентации. И когда вы установили этот дублайн, вы пишете, спрашиваете, ну, то есть вы как бы сообщаетесь, но понятное дело, это нужно все согласовать. И когда вы подходит приближается дублайн, очень хорошо спикеру заранее о нем напомнить, потому что если вы это не напоминаете, то он в дублайне не пишет, я слушаю где-то презентация, я жду. У него это может быть стресс, то есть он забыл, а так вот потом рефлекс такой даже напоминает и уже потом напоминать не надо в этих вещах. Так вот, есть профессионалы спикеры дублайн, просто вам присылают презентацию, вы ее заранее просматриваете, согласовываете тему. Кстати, что-то я тут подключила, когда вы будете коммуницировать, вы же можете заранее купить тему по спикерам, скорее всего, он вам будет присылать несколько вариантов, вы будете выбирать, а что делать, если вы технически, да, специалисты, например, как я, я, может, с какими-то годами опыта, что-то стало более-менее понимать, но я не подтверждаю, я не понимаю, о чем они хотят рассказать, я не понимаю, какая тема будет более интересна нашим участникам, да, кто, как думает, что делает это? А вот мой вопрос, если вы посмотрели контент, непосредственно тот, кто реально понимает физическую структуру, в одном вопросе и понимает темы, актуальны или нет. Ну, вот, это частично ответ на мой вопрос. Вот должна быть некоторой группы группы, а другую, в которой надо проконфицировать в любом случае там кто-то 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 скорее всего это знакомые, которые, наверное, наработаны в какие-то периоды времени. Я просто тоже вгамер к айтишник, я их создаю и буквально 4 месяца так. Я вообще ничего тут не не работала. Я понимаю. Сейчас, как ни странно, я даже понимаю, что актуально может быть. У меня просто фокус-групп. Другие спикеры. Ага. Хорошо, а что делать, если вы проводите ивент впервые вообще самый первый раз. Да, и борисерщик, наверное, на темы. На том же ДО, посмотреть, что было, что там. Как найти девушку для прогресса? У меня есть вопрос согласования тем. Я был со стороны организаторов и ко мне спикеры говорили, да, я готов рассказать, о чем рассказать, я ничего там. Ну, то есть я побеждал, что они что-то не начали рассказать. Мы делали так, выбрали конференцию просто более высокого уровня и им говорили, вот смотрите, вот тема, бери темы, они актуальны, уже отобраны, например, например, полгода прошло, бери, разбирайся, перероди и расскажи дольше от себя и таки можно быть, если вы словите. Я, кстати, еще хотела такую ремарочку поставить, прежде чем окончательно ответить на этот вопрос. Если спикер как бы что предпочтительней? Задавать какую-то тему спикеру, которую вы хотите услышать или спрашивать у него, о чем он хочет и может рассказать? Лучше спросить у спикера. Лучше спросить у спикера. Даже если эта тема немножечко не пишется в вашу программу, ну, вы так думаете, это будет лучший вариант, чтобы он будет рассказывать по какому-то шаблону, который вы себе заранее накидали, нарисовали, но ему это не нравится, ему это не интересно, ему это не идет в души. Он не знает, он не знает, это самый лучший вариант. Расскажи мне о реакте. Ну, окей, я вообще я работаю всеми с вами на реакте, но ладно, что-то расскажу. Вот, так что же делать? Например, как делаем мы? У нас в каждой конференции мы собираем программный комитет. Но это сейчас уже мы такие опытные, у нас есть наработанные спикеры, наши друзья, которые эксперты, которые предлагают программный комитет, им интересно, им нравится участвовать, им нравится участвовать в составлении программы, предлагать. я ничего вообще не понимала о Джонсклипе, то есть я понимала, я в этот момент выучила, что Джанра и Джонсклип это разные, и какими-то это уже хорошо. Но, ну и все. Мы, в то время, мы приглашали спикеров, тоже ориентируясь на какие-то другие конференции, которые были, но Джонсклип когда еще не были так популярен, как сейчас, сейчас, наверное, люди запросили, куча, ну да, там, реальность, бери, не хочу, куча спикеров, действительно, и один, так, может вам рассказать какие-то хорошие дела. Мне кажется, раньше было проще, потому что спикеров было меньше, но они хорошо рассказывали, а сейчас ты как бы не знаешь, нужного ли спикера пригласишь, действительно, так, как он сказал, слишком много так вот, мы приглашали спикеров, ориентировавшись на какие-то другие этапы, которые были, мы сделали конференцию одноподочных, то есть, было бы хватит всем удачуков, и как мы составили тогда программу, мне кажется, это было просто давайте составим программу, и мы расположили просто в рандомном порядке, ну то есть, мы тогда еще не знали ничего, ни о ком, кто так хорошо выступает, того хорошо ставит на открытие, того хорошо ставит на закрытие, ну, возможно, мы так как-то частично согласовали тем, хотя, мне кажется, это тоже не было, ну, так, выстроилось, окей, программу делали, делали, и, ну, тут такая-то была своя удача, потому что, так как мы поставили, оно вот сработало в первый раз, вот, это была такая, ну, зашло, вот, так и зло. Давайте я сейчас закончу этих процессов и вернусь в четвертую конференцию, на себе на тебя это не может. Значит, мы договариваемся со спикерами от Ирлайда, мы им отвечаем вовремя на все их письма, сообщения, да, если они вам отвечают не вовремя, то не нужно там наказывать и думать, то есть, мы же заинтересованы, не знали, да, какие они они знают. Правда, я тебе не позаивала. Ира, ты знаешь, я вообще, мне страшно было, то есть, ты мне вообще не писала, я думаю, блин, Ира, наверное, я не посняла мой доклад с программы, либо что-то не так. I'm full of trust. Да, так было. Нужно держать в курсе всех процессов, то есть, рассказывать, какие у нас сейчас этапы, что мы сейчас открываем темы, программы будем формировать тогда-то, прослушивать будем тогда-то. Спикеров мы прослушиваем почти всех. Это не касается иностранцев, которых мы приглашаем себе направленно, мы их знаем, мы их не знаем, мы хотим их пригласить, мы знаем, что они нам нужны почему-то. Ты не будешь какого-то опытного спикера говорить, слушай, знаешь, давай мы послушаем, о чем ты нам скажешь. Он тогда минимум удивится, максимум эксперимент, знаете, я помню виду. Вот. Но ситеров, в основном украинских, с которыми мы не работали ранее, или которые новички, ну вот, у них мало опыта, но мы понимаем, что, тема интересная, либо, ну, кто это, это, как новое лицо, вам всегда нужно обновлять, если вы проводите веселинные мероприятия, вы можете приглашать в инфекциях в инфекциях, то мы прослушиваем по скайпу, минимум один, два, три раза, как можно, и в конце мы всегда проводим офлайн-петиции, как бы, ситеры, программники, не придется играть с организатором, ситеры, они вступают, мы прогоняем эти выступления, и какой очень положительный момент. Если вы, как организатор, тем более, не технический организатор, будете говорить ситеру, что как-то что-то можно сделать, скорее всего, он эту критику может поспинить в небольших шорстах, и особенно, если это будет касаться каких-то органов, органических моментов, которые вы можете даже не обзирать. А если все так вот сидят, говорят друг другу, ну, то есть, сам спитер может кому-то что-то порекомендовать, кого-то немножечко пофатритиковать, и сидят все одни, все коллеги собственные между собой, у них организовывается такая дружная атмосфера, и перед самой конференцией они так подружились, и все отлично потом на самой конференции. Вот, если вы хотите себе хорошую программу, вам нужно понимать очень-очень что-то говорить, для этого нужно больше. Да, если у вас еще нет технического эксперта, то это сложно, ну, потому что мы будем это слушать, и понимать, почему мы говорим, правда. не было, как мы всегда хорошо дружим, это отношение с всеми нашими спикерами, просто с программистами, у нас вновремя есть такие друзья, которые гуляют, посещают интериации, и мы подключаем программный комитет, и просто даже есть пару человек, которые я могу написать и просить совет, и это типа Ох. Ну да, я потому что спрашиваю о том, что кто-то начинает делать, что это не делать. Если, конечно, если у нас новичок спикер, да? Нет, нет, человек начинает на организационную деятельность, и, соответственно, встает вопрос, как же разделить технические навыки, технические, насколько этот объект умолен или нет? Отличие на их команде, программисты, хорошо обращаться в Facebook к друзьям, ну, то есть, не обязательно сидеть и думать, как они увидят этого положения, можно кинуть крич, что там, не знаю, познакомиться с кем-то, что-то. Отлегаются вообще? Да, не всегда, просто понимаешь, у нас пока все сложилось в команде, что команда, в команде есть, было три программиста, потом, сейчас он и дом, программист, человека с техническим бэграундом, который может быть там и не в этой теме, но в какие-то общие процессы на них точно понимают. трех техническим организаций и в команде мы посылаем письма, пишем, какое будет расширение экрана, какой выход для проектора, посылаем шагом презентации, которые просим используют, какие-то на странице, славы партнеров, нашим направлением. Если общаем, например, я запрашиваю, пожалуйста, что у меня сразу первый телефон для экстренных случаев и сразу даю свой. Это не означает, что вам, конечно, можно сразу звонить ему по любым вопросам. Нет, лучше вообще нет, если там не возникает случая, например, что начинается метап или конференция, за полчаса или за 20 минут спикера нет, и он там выходит на связь, имеется людей по почте, информация, тогда можно сказать, пожалуйста, а за это все один человек отвечает? По-хорошему, у вас может быть один человек, который работает со спикером, то есть лучше не создавать ситуацию, когда со спикером будет общаться пять человек по разным вопросам. все-таки если это особенно программисты, они могут довериться, проникать довериям для двух человек, им будет комфортно общаться с одним человеком. Ну, может максимум два человека, если там организаторы там одного, я не знаю, у нас бывали но но все-таки лучше делать два ну, например, у нас основной я веду общение со спикером, так оценивать рекомендации и важно после мероприятия развиваемся к спикерам, слаймам фоточки, видео, если вы записываете видео, и если вы собираете участников, тоже можно его собираем по каждому спикеру, участники оценивают как кто вы придет. Опять-таки, некоторым спикерам это может быть интересно, я его заранее запрашиваю, то есть там и разобраться сообщения после того, как вы получите все оценки, так же это выступит. А есть спикеры, которые это не запрашивают и которых вы, допустим, приглашаете как профессионалов, но будет странно им потом высылать, типа, вот тебе поставили четыре из пяти, вот посмотри на свой оценок. Может, надо как-то неправильно воспринять. Да, теперь об интересном. Об интересном. наше первое, чем спикер-конференция. Вот есть спикер Саша Соловьев. Мы его пригласили и поставили на завершение. Поставили случайно. Ну, вообще его случайно. И так случилось, что это был лучший доклад за всю историю наших мероприятий. Вот самый классный доклад был в нашей первой конференции в четвертой ферене. Значит, вот это вот наш официальный канал на YouTube. А у нас там почти сто тысяч посмотрели, 70 копейками тысяч. это наше самое просматриваемое видео. И потом какой-то интересный ресурс. Все об онлайн бизнесе. они читали видео, называли «Конференция программиста. Самый бумагный доклад». Да, это сокращенная версия. Сокращенная версия. «Конференция вырекал точечки». А я поняла, что он сделал. Ну, меня просто немножечко смущает незнание, конференция программистов. «Конференция». Надеюсь, не было понятие. И там у них 330 тысяч просмотров. Зал лежал под смеха. «Конференция». получилось такое стендап IT возникновение. Да. Если будет интересно, можете посмотреть. Даже если вам будет смешно. Такие встречи случаются даже на первой конференции. Если вы это ранее не делали. По спикерам может есть вопросы? Да, Это финансовая часть. Вы сказали, что мы заказываем билеты. Кто действительно заплатил и требует иностранные спикеры и украинские какие-то границы. Да, например, спикеры могут говорить, что мы работаем на номерах, и вы думаете действительно вас приглашать. То есть вы оцениваете сколько вам актуально. Иногда можно попробовать договориться, сказать, слушай, у нас такая конференция, может быть к нам приедешь, что мы тебя классно встретим, два, два. Потом по поводу затрат, мы как правило описываем себя не рады, потому что спикеру уже смысл не платить для себя, приезжать к вам, рассказывать, это все бесплатно. ему интересно приехать в другую страну, пообщаться с своими коллегами, которые хотят услышать, все затраты мы в основном берем на США чаще всего это билет на самолет или билет на поезд если вы хотите какого-то города Украины, гостиница если это иностранец, какие-то передбежения по городу, мы встречаем из аэропорта, провожаем в аэропорт, часто мы делаем какие-то велкам-гиды приятные, все моменты, которые потом вспоминаются, потом он возвращается к себе домой, он пишет в Твиттере, что он был на самой гласной конференции, и он следует другим иностранным спикером, не бояться сюда приезжать, но бывает мобилы в ресторан, а это все индивидуально, у нас нет такого, что мы спикерам должны потратить какую-то сумму, это гибкая рецепт для вас . Еще там вопрос? Как вы определяете информацию конференции? Речь идет в том, что вы рассчитывали, что в этой конференции 500 человек, может быть 20 спикеров, а под это вы начинаете закладываться, а потом у вас раз и 20 спикеров вы можете найти, есть только 10, но это проблема курица и яйцо, как вы обычно разрешаете? У нас в основном поменяют по ходу, то есть у нас есть там холл появилась, когда спикеры присылают свои заявки, мы сами приглашаем какое-то количество спикеров, и мы всегда, ну сейчас уже как-то легко понять приблизительно сколько потоков, сколько докладов у нас будет, но никогда до конца, честно говоря, мы не знаем, будет у нас 2 потока, 3 потока, или даже 4 потока, потому что один поток в любом случае набирается, 3,2,3 наберется, но тут еще зависит, если вы себе взяли помещение, о чем я буду говорить дальше, и вы уже рассчитываете, например, на 2 зала, больше потоков у вас вряд не будет, и вы уже как бы рассматриваете набор 7, и убрать там даже лучше. Если вы с специальным помещением можете теоретически поместить все 4 потока, то вы можете брать 2, 2, 4, почему бы нет? То есть вы, конечно, планируете, но не всегда получается так. Например, самая первая конференция у нас получилась немного точная, но, собственно, мы и целились, у нас был один зал, мы планировали приносить 6-7-8 спикеров, мы ее пригласили, и все, это была первая конференция, которую никто не знал, и все, у нас, по-моему, была буквально одна подача доклада от Андрея Листочкина, это был первый раз, когда у нас подался спиннер, который мы еще на что-то подкрылись, и он, ну, не знаю, вышел на таком извлежение от Джорджа Листочкина. Поэтому так. Еще вопросы? Вы сказали о группах, что в округах есть только аудитории, или в аудитории, или в аудитории, или в аудитории. Нет, есть параллели, вот мы сейчас сидим с Вами в одном зале, в соседнем залу, где другой спикер рассказывают, послушают участников, и участники могут переходить, а есть ли другие интересные, и это аудитории, это как? Выбирайте. Не пойду. А для этого времени все снимаем, делаем онлайн-рансляции каждой конференции, то есть, ну, и ты там вот пришел послушать одного, и понимаешь, что тебе не очень нравится эта тема, и ты пришел на другого. Ну, конечно, ты пропускаешь моменты, но потом у тебя есть спикеры, что-то не смотреть. Выбор это сложное, что-то всегда. Так, вот давайте тогда двигаемся дальше. После того, как у вас исключены спикеры, ну, спикеры это такое понятие растяжимое, вы можете их набрать еще и потом, вы начинаете думать о помещении. Что же важно в выборе помещения? Вы заранее убиваете, сколько у вас будет участников. Понятно, что это то, что вы предъедините, и то, что у вас будет она может подключаться, но приблизительно всегда предъявить много. Например, у вас 100 участников, вы рассчитываете на 100 участников, значит, вам нужно искать зал 100 участников и один поток. Зал где комфортно сидит 100 участников. Вы не можете взять зал на 50 участников и думаете, что остальные 50 как-то, ну, как-то отписываться. этого делать нельзя. Всегда нужно думать о комфорте участников строительства. Вы вот ответите, сколько вам минимум на зале? Если вы рассчитываете, что у вас точно будет два потомка, вам нужно минимум искать на зале. А хорошо, если есть помещение 12 на зале? Ну, как-то безопасно. Если у вас небольшой метапчик, практически сегодняшний, да, стол для регистрации, это, в принципе, нормально, потому что там подходит два человека, и никакого коллапса нет. Ну, если у вас конференция не будет тот человек, то, ну, явно состава регистрации фазы, и это должно быть какое-то отдельное просторное помещение, и для себя будет комфортно сдать очень свои депутации. Я, кстати, у меня не забылось как проводить депутацию, потому что это это очень важно для меня, кто здесь проверяется в первый раз на прочность организации вашего мероприятия, когда приходят участники и смотрят, хорошо у вас все равно или не очень. Вот, собственно, от количества человек мы отталкиваемся. Если у вас есть перерыванный чай в комплекс мягкий, опять-таки, если это много человек, им нужно делать это чай, тем всем комфортнее будет тушить их. Если это не много человек, это может быть, очень плотно. Тут, мне кажется, все понятно, чтобы не замерзли, чтобы не было дружно. Если у вас несколько потоков, вам обязательно нужно сделать залость звукоизоляцией. Вариант вот тут, как мы сейчас поставим штоку, и тут говорит обид векторой, это не вариант никогда абсолютно, потому что все будет слышно, это будет не комфортно. вы, если не можете делать изоляционные права, то вы не можете проводить много тока. Понятно, должно быть все удобство, все должно быть комфортно. Удобная навигация. Это значит, что интуитивно должно быть понятно, не то, что интуитивно, но там капрички, указатели, чтобы человек не потерялся, чтобы человек понимал, что если у вас есть четыре зала, где найти из-за четыре зала, чтобы он понимал, где найти кофе, где найти туалет, где найти что-то еще. Для этого для у нас большой конференции мы делаем карту, карты есть у каждого участника, карты расклеены везде, где есть возможность, есть разные указатели. Все равно вы будете спрашивать, как куда-то пройти, это нормально, человеческая природа такова, человек всегда хочет спросить, прежде чем посмотреть, что по самому, но хорошо, когда у вас все удобно и понятно, по-моему, как добраться. То есть, в идеале, конечно, выбирать место проведения, либо в центре Киева, либо в воду Петро, но ситуация с залами такова, что не всегда есть возможность подобрать личный зал, который еще не добился в хорошем месте. Поэтому, если залу неудобно добираться, но вы пошли на этот шаг, потому что вам построят это помещение, то вам нужно подумать, как привезти сюда участников. я не веду станцию в плане станции метро, или какая-то удобная точка. А, да, давайте поднимем такие вопросы. да, еще интернет очень важно. Да, если у вас техническое мероприятие, то интернет никак. Сейчас, конечно, когда есть 3G, оно уже чуть-чуть попроще стало, то есть, люди уже, ну, могут сказать, что в файфай, в фуау, ну, ладно, я чувствую 3G, не смогли бы мне тут объяснить, безперебойное. Ну, да, интернет можно, например, написать, чтобы мы узнали, либо он есть на площадке, либо если его нет, либо он слабый, либо он будет заказывать документами. А еще гардероб. А потом будет. А, если у нас не просто понять, что это участник, то есть вопрос, а быстро объяснить. Ну, как прочитать, какая будет конкуренция? На что вы хотите провести? Ну, я хочу показать, что корпоративного, будем, ну, как бы, конкуренция. Вот, вы дали рекламу, там, ну, вам нужно поставить какую-то цель, или, может, ну, вы же всегда что-то планируете, да, у вас запланировали, что на первую конференцию вы можете собрать полчаса, ну, ну, скорее всего, вы собираете это число, а может, вы и тесты собираете, ну, то есть, если вы там себе поставили плавные участников, вы скажете, вам не очень, чем 100, но все возможно, вы анализируете, какая у вас цена, какой у вас контент, то есть, вы понимаете, можно ли будет, то есть, участники просто так не придут, если вы выберете рекламу, они придут, если что-то заинтересует. Ну, тут вы можете рассчитывать на 200 человек, и придет 50. то, может быть, вы можете тогда впасть на него, на этот момент. Ну, имеется в виду, вот вы себе поставили плавные плавные, 200 человек, значит, вы ищите такое помещение, и если придет меньше людей, ну, значит, они разместятся, нам будет пустые места. Больше людей уже не сможете принять. То есть, вам придется либо закрывать продажи раньше, либо в каком-то активном порядке, искать больше помещения, но такое не всегда получается, если у вас есть в том числе. И еще одно. По поводу марта есть достаточно высокая презентация, то есть, по минимуму, да, уровень комитета обладает, 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 На самом мероприятии у нас, мы всегда прибегаем к помощи волонтеров, у нас есть вот командирный администратор, который показывает, у нас 5 человек, и все. Но на каждом мероприятии мы работаем с волонтерами, которых от 10 до 15-20 человек. И мы прописываем роли так, очень четко, то есть, нет такого, что мы просто награли людей, и они бегают, да, у нас есть люди, которые не за залами, у нас есть микрофон, физические моменты, если что-то нужно помочь, еще какие-то штуки. У нас есть люди, которые регистрации, не регистрации, это идея утра, когда максимальная количество людей используется. У нас есть люди, которые, там, в зоне кофе-брейка, еще где, там, в поле находятся, что, если кто-то подошел, подойдет какой-то вопрос, не вопрос, не вопрос, не вопрос. А если это мероприятие, у нас 100 человек, ну, до 100 человек, кто классный? Ну, сколько нас нравится, если у вас стандартная техническая техника? Ну, как? Тут надо с локацией, ну, то есть, есть локации, которые, ну, чаще всего. есть те, которые не предоставляют, тогда, возможно, по-моему, парень или девушка, которые, там, по-моему, если вы сами можете, там, ну, по сути, что такое техническое? Это, вот, устроить проекты, как правило, да? Ну, да, если какие-то сбои, успехи, вот, если на площадке есть человек от площадки, это да. но это нужно заранее проговорить, а, возможно, иногда вязать дополнительную плату, потому что, что это какой-то работа, идем дальше. Работа с спонсорами, в общем, есть такое разделение, и я буду дальше вам такие, разные полезные ссылки, вы там можете все почитать, покачаться, есть такое разделение, что спонсоры, где-то, спонсируют тороприятия, да, деньги, партнеры, какие-то, взаимовыгодные условия, но мы всех называем партнерами, у нас компания предлагаем вас поддерживать, у нас все партнеры, просто, я не знаю, перед этим именем общаться. Значит, что важно, чтобы было это все взаимовыгодно и взаимополезно. Если у вас мероприятие это PHP, а у компании, в которой вы хотите привлечь, хотите, чтобы они побежали в ваших мероприятиях, никуда не было и не планируется по никакой точке, даже больше, как у них в команде, то зачем вам пытаться и пройти свои силы на эту компанию. Если это чудо, вы проведите этот спонсорский пакет, один раз надо будет такое, одноразовое сотрудничество, которое непонятное друг друга, и потом в эту компанию вы можете повторно пригласить на какой-то event, который интересен. Поэтому думаем, чтобы это было удобно. все очень важно подписывать, все, что устно сканено, ничего не сказано, может быть поле компания, и так далее. Вам обязательно нужно все выдумать, то есть не ответите, но это ваша репутация на будущее, это ваша репутация не только перед компанией, но и перед предыдущими компаниями, которые вы можете или не можете потом иметь. Лучше выполнить что-то больше, чем вы обещаете, чем вы обещаете, как бы конечно бывают какие-то форс-мажоры, но у всех оно получается, у нас тоже разно звучалось, но лучше такого не допускать. Очень важно после мероприятия засылать отчеты, что там все было сделано, все это проинфицировать, не знаю, можете какие-то спросить, потому что я могу об этом долго говорить, что-то есть специфическое. Да. Как вы формировали спонсорские конференции? Вы имеете в виду, что мы туда включаем? Обычно бывают уровни, но средний вид, два, как вы рассчитываете, какую часть бюджетная конференция мы должны подкрывать, ну, относительно того, может участвовать. как-то не очень хорошо рассчитываем то есть у нас есть определенные например, три уровня фондерства, по-хорошему нам, конечно, продать по дороге будет, в основном сами дорогие партнеры, которые работают на мероприятии, смогут иметь доступ к вашим участникам по-хорошему по-хорошему я так даже не анонсировали, но просто каждый раз приходится по-разному ты всегда стараешься привлечь побольше получается то есть у нас бывают конференции, когда мы уже исчерпали возможность принимать новых партнеров и тогда это успех максимально и место есть и хочешь прожать, но тема не очень популярная и мало компаний вы, конечно, по самому небольшой по бюджету вы можете сказать от этого виск в ходе у вас финансовые люди и ничего еще вопросы дальше когда мы начинаем с партнеров начинаем с партнеров уже стоит открывать регистрацию продажные билеты у вас бесплатные мероприятия продажные билеты и включается активное продвижение если у вас есть какой-то свой сайт вы понятное дело делаете ревент на сайте если у вас есть какая-то база предыдущих участников вы делаете ссылку по этой базе и вот основные наверное наши каналы которые мы продвигаем которые достаточно успешно получаются у нас есть Facebook страница под каждым мероприятием мы себе на Facebook на Facebook на Facebook на Facebook на Facebook на Facebook у нас есть лидер который очень успешно себя показывает потому что программисты очень часто любят лидер календарь доу календарь каин это такой баз который только у вас появляется какое-то мероприятие опять-таки это может быть реклама на доу тут эффективность зависит когда срабатывает или не срабатывает насколько вы готовы использовать заложить деньги недавно мы стали видеть в результате я не могу сказать что там 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 сложно такое делать только люди приходят но мы решили подключить еще такой ресурс и будем смотреть дальше потом есть такой битер-чатик там есть такой канал events анонс мероприятий там в основном и ориендаторе кабра-кабр тоже более сложный инструмент не попадешь у нас какие-то простые напиши ничего там нет но мы там различных дайджестов PHP дайджест договаривались авторами дайджестов за промокод они включали наши маус и буквально это будет дальше а вообще продвижение ну нет еще один способ продвижения когда если у вас есть несколько конференций в вашем случае это очень правильно у меня когда у вас есть PHP конференция и потом у вас есть JavaScript конференция в вашем случае это нагло как всегда разработки можно на web конференции дарить другую выбору сдачи да да в основном мы делали ну мы знаете как делали например мы проводим JavaScript конференции и мы планируем какого-то нового JavaScript конференции и мы анализируем какого-то там же склада мы сейчас делали коллеги коллеги вот ну и опять таки рассылки мы делаем у нас из разной аудитории по разным конференциям и мы можем делать там не только на JavaScript но и на всех ну как бы первый рассылок если станете нам надо да скажите а если вы только начинаете и у вас нет и у вас понравилось это сне то приинтересованных вас и тоже так ну вот подойдет все инструменты работ а если все они они если опять-таки когда что-то не так с вашим мероприятием ну то есть тебя надо анализировать а что я провоздусь ничего нет то есть это либо если самое первое мероприятие вам выделать бесплатно тогда вам легко набрать либо какую-то вот очень символическую цену которая покроет буквально даже не все органы траты опять знаете цену можно ставить не только потому что нужно что-то поговорить а чтобы ценность мероприятия нанесла то есть на бесплатное мероприятие может быть куча регистрации а если вы поставите 50 или 100 гривен то уже если человек заклопил он скорее всего придет ну или нет такого это за бесплатное мероприятие то если это не работает есть еще именно партнеры может еще поэтому есть вопросы это может работать где-то в России скорее всего это работает но у нас больше то излучная и фибрология всего еще Mehrжи daughter угрожая угрожая очень маленькая не мы еще не пробовали но так как мало что проходит но это мое предположение было мне кажется сделать мероприятие за символическую цену Но хорошее мероприятие, то можно привлечь очень много участников и потом, как бы, можно повысить. Классное мероприятие у нас в Харькове пришло. Пришли, в принципе, только нас. Бесплатное. Бесплатное. Ну, тут, наверное, надо было как-то больше посмотреть по каким-то местным комьюнити. Опять-таки, вот тут в Фейсбуке и... Мы ищем-то там. Они не всегда заходят. Ну, не всегда заходят. Ну, действительно. У нас тоже по-разному бывает. Мы тоже не всегда делаем сундаулы, там, полные залы. Не знаю. Десять минут. Десять минут? Серьезно? Да. И я все не расскажу. У меня еще такие маленькие вопросы. Вы сталкивались с тем, что, допустим, к вам приходит кто-то такой человек из реалии. Вот у меня там планируется мероприятие. Вот. Ну, вот к вам прийти, когда какие-то образы получатся, ну, там, получить паху баллы, может быть. Какого-то участия еще такие? Ну, может быть, опыт, да. И так, когда вам с этим более действительно необходимо поделывать? Да, да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Мы на самом деле с IT КПИ очень много плотно и дурно. Они, правда, в нашу конференцию нам участвуют. Мы, правда, помогаем профессиональным мероприятиям, так как то. Мы им даем парамиду плавные билеммы. Мы им даем спитку. Ну, вообще всем студентам мы даем 50% на наши события. Если цена слишком высокая, ну, даже с 50% на спитку, мы можем рассмотреть еще варианты чуть больше спит. И по факту. Да, можно на самом деле, ну, мы все предприятия планируем сейчас уже, особенно заранее, и мы можем и за полгода, и даже за год начать готовиться в плане повесить анонс, договориться с спикерами, набрать партнеров. Активная подготовка, когда уже все-все-все, это будет принято. А под временам года есть вообще, когда лучше приглашать людей, а потом еще? Под временам года самый высокий сезон – это весна и осень. Что-то можно проводить зимой, конечно, ну, в дни, но в праздники. Летом – немецкий сезон, но мы пару раз проводили лето, просто тут сложно, много часто приближают куда-то, и сложно угадать. Ну, может быть, да. Да, 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 да. А вы сказали, что начинаете рисовать все это визуально. Не рисую. А потом начинаете активную промолвку с людьми. Ну, если это велика конференция, то за три-два месяца активная подготовка начинается. То есть, когда запускают по-другому делайки, то мы запускаем. Скажите, это бесплатные инструменты? Ну, например, если мы говорим о событиях по фейбуке, то, конечно, бесплатно. Ну, все бесплатно. Надолго я их тоже в кабинете. Да, 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 все бесплатно, можно посвятить в коридоре. Но если вы там берете какие-то уже инструменты продвижения, рекламу, рассылки и так далее, то можно. Ну, у них было не место. На доме в коридоре? На доме в коридоре. На доме в коридоре. Возьмите на доме в коридоре. Ну, пожалуйста, я прокомментирую на… Там у них просто є різні типи публікацій. Тобто, если у вас повномасштабный заход, где принимается много участников, и им, в принципе, интересен этот заход и промоутить его, то они его публикуют бесплатно. Если это чисто комерційный, без ризної цикавинки, або это какой-то тренинг, або мастер-класс, який суто комерційный и чисто для заработка, то они его не промоутим бесплатно. Да, нет, нет, нет. Мы понимаем какие-то истории, что люди будут бесплатно, а люди будут бесплатно, а люди будут бесплатно. Ну, да, они все попробуют по категориям. Информационные партнеры – еще один ресурс вашего привлечения, вашей целевой аудитории на мероприятие. Что важно? Важно, чтобы у этого информационного партнера была максимально ваша целевая аудитория, не количество, а качество. То есть вам не нужны 20 плюс, непонятных или там еще больше, просто чтобы они были. Лучше пусть их будет 5, может даже меньше, но они будут у вас целевыми. Они там практически могут дать вам подачу, но и леют. Вот так, потом в дальнейшем можно говорить. Опять-таки, должны быть все письменные договоренности, понимание, что вы друг от друга ожидаете. Ничего устного, ничего, вы думали так, вы сделали так. И достаточно хороший контроль, потому что пусть даже при контроле возникают разные моменты, но вам важно все стороны выполнять, чтобы другая сторона выполняла. Если они не выполняются, то понятное дело, что там вы не будете продолжать работу. По квадрянщикам. Вам на конференции или на нетах, скорее всего, нужны что касается фото, видео, звуковое, звуковое оборудование. Интернет. Наш любимый. Если на площадке вы поклонили его нету. А печатная продукция. Вот важный момент, который я вообще не делаю. Винный слайд. Тейтеринг. Он может быть как ваш собственный, например, своей силой. Вы купили что-то на фото-брейте с этим небольшими тапчиками и своими силами делаете чайкоты. Это может быть кейтеринг, который предоставляет сама площадка, и вам особо не надо искать каких-то внешних подранчиков. Или кейтеринга нет на площадке, или вас не устраивает, кто не на площадке видит что-то внешнее. Ну и в рамках, если вам нужно идти к эстинкам куда-то в не очень удобный мир. Например, мы так делаем всегда, когда проводим инференции и громады не хватит. Мы находимся на столичном шоссе, и туда добраться не просто. Да. Есть какие-то вопросы? Просто ты меня уже не захочет, а у меня там интересный номер. Может, мы так вот подректируемся? Я не смогу. Подректируемся? Да? Видимо, идите. Да? Такой щедрый. Спасибо. По поводу печатной продукции. Значит, какие важные моменты? Во-первых, подрядчики очень часто, они могут проводить. Для этого хорошо, если у вас есть постоянный подрядчик, который может сюда ночь для мероприятия, потому что на чат, будем делать раз чего-то. Чего у вас? Подрел такой подрядчик, у нас такое тоже случается. И интересная история из жизни. Вот, мы проводили первый рамок для конференции. Это для нашего лета. И мы туда именно на конференцию пакеты, такие кратковые бумажные пакеты. На пакеты мы всегда печатаем на отдельное мероприятие и на отдельное мероприятие. И на отдельное мероприятие для них. Мы набрали пакеты. Мы их все провели. Тираж 300 штук. Мы отложили пакеты, ну, пакеты всю раздаточку, подготовили. Мы провели регистрацию. Дали все пакетики участникам. Идет конференция. Все хорошо. Мы выдохнули. Отлично. Тут подходит участник к нам на регистрацию. И вы их слушаете. Ну, я пришел на конференцию в тотнеп. А что у меня там так нет? Ах! И мы такие, ах! А конференция уже идет. И партнеры не те, которые совсем не те. Визуально. 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 Визуально появляется класс. И перед самой конференцией это тоже вот важный момент, что нужно просматриваться по несколько раз и несколькими людьми, сверять с макетами. Потому что у вас перед конференцией вы вот этот момент не умеете. Вы имеете постоянных партнеров. Просто один день попульсов, я всегда в аккаунт. А что мы делаем? Я звоню нашему пакетчику, говорю, Дима, ты нам напечатал какие-то пакеты. Я говорю, как? Я говорю, вот так. Ты нам напечатал пакеты, которые мы тебе заказывали месяц назад на другую конференцию. Мы месяц назад печатали другие пакеты. А на типографии не удалили этот старый пакет, а напечатали абсолютно то, что было. Я говорю, нам сейчас срочно нужны наши правильные пакеты. Без этого мы никак. А как мы сейчас, суббота, ина, как мы печатали? Дима, я не знаю. Он что-то делает, печатает. Все, у нас будет помещение, если мы хотим успеть, он нам привез там что-то по штуке столов, а ты в пакетах. И через три часа вот после моего первого звонка у нас уже были новые пакеты. Они были запечатлены. Вчера было 200 штук. Мы вышли запечатлены. Вы, знаете, мы пришли в результат конференцию, но пакеты у вас немножечко не выкратят. Поэтому, если хотите, мы вам все поменяли на регистрации. И, собственно, мы так все поменяли, нормально из этого вышли. Да, вот так. Ну, это не отличие. Сиди, конечно. Вообще не падаю. Что бывает. Ну, в партнерке тоже вроде все было окно, но ничего не жаловался, все вышло хорошо. Работа сейчас, давайте, если надо, поговорим потом. Ну, опять-таки, нужно вопросы решать быстро. Хорошо, если у вас отдельные 10 человек, если вы скуплены на территории, которые работают с участниками. Если такого отдельного человека нет, это все будет на вас. Ну, это не отличается, чтобы это нужно делать плохо. Работа с волонтерами. Значит, волонтеры, это могут быть не только студенты, это могут быть просто ребята, там, заинтересованы в теме, но, допустим, не могут позволить себе купить билет, или просто, вот, паново, попустить в организации мероприятия, понять, как это проходит. Вот о чем мы с вами не встречаем. Я не знаю, очень много, на самом деле. Наш постоянный учатель. А как вы находите волонтера? Вы размещаете вакансии, или вы знакомитесь просто? В самой первой конференции я еще была студенткой, и вот у нас была куча студентов знакомых, просто бросался клич, там, кто хочет, приходите. А потом, со временем, когда это прошло, когда мы активны, мы сейчас уже активно и отвечаем. Мы сейчас, нам, у нас есть формочка, которую мы высылаем, чтобы, если вы хотите, то есть волонтерами наши мероприятия заполняете, и потом у нас, у нас такая достаточно большая база, мы с ними общаемся заранее. Что важно? Это те люди, которые будут подходить до ваших футболках, вашей айдентики, и любой участник может подойти за, ну, спросить о любом вопросе. И важно, чтобы этот человек, а, желательно дал ответ на этот вопрос, если не может он решить эту проблему, чтобы он не спросил вашего участника, а все-таки взял его на руку, как-то ее решил, он был активным, позитивным, с приятным направлением витал, с хорошим расположением к человеку, вот, и поэтому, да, ранее, нужно с волонтерами встречаться, нужно инструктировать, нужно смотреть, действительно, ли этот человек справился с ролью, которую мы уже не предлагаем, это все проговаривать, прописывать, кто еще занимается, и на месте это все, конечно, интелировать и интелировать. Вот тогда то, что мы прошли, потом прошается презентация, и у нас осталось два пункта, которые мы все еще не сделали, и вот так вот про чек-лист. Я поняла, что в последнее время я люблю не заморачиваться, и делать все абсолютно просто, и вот мой чек-лист выглядит, может быть, очень запутанным, но для меня он очень простой, потому что я просто пишу все, что мне нужно сделать, шаг за шагом. По-хорошему, вам нужно его раздевать по блогам, работать с участником, работать со спонсорами, со спикерами, но уже когда какое-то время проходит, я стою просто умляток. Мы пойдем посмотреть. Вот настает ваш день Х, день мероприятия. Я думаю, те, кто организовывал мероприятия, все совсем знакомы. И Ира помнала. Приблизительно, как будет выглядеть ваш день. Приволучая часть, если вы не знаете, он находится далеко. Регистрация открытия, это такая деменовая доклада, закрытие окопатия. Регистрация. 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 Это то, где проходит ваш первый и самый главный тест, насколько у вас мероприятия успешно или не успешно. Регистрация. Значит, вы заранее можете просчитать, и должны просчитывать, сколько высокой премии на регистрацию одного человека. Например, вам стоит 30 секунд. Или одна. Потом вы считаете, сколько вам нужно поставить ребят на регистрацию, сколько нужно делать для них очередей, потоков, чтобы, ну, если у вас 300 человек, вряд ли вы сможете всех вовремя зарегистрировать, если будет регистрировать один человек. Тут вам нужно хотя бы 3 или 4 точки. Очень важно проработать. Вот прям над регистрацией нужно хорошо работать заранее, чтобы не было их толк и очевидцев. Потому что участник приезжает заранее, и ему как-то все равно, что приехало еще 50 других участников, и вы не справляетесь. Ему неудобно. Он стоит в куртке демой. У него тут все. Он хочет поскорее за чтеница и пойти сесть и выбрать себе место. А он должен стоять полчаса, потому что у вас там либо билет не сканируется, либо вы просто медленно это все делаете, либо в последний день их хватает. Это очень плохо. Важно, чтобы был человек регистрации, который решает разные вопросы и проблемы. То есть, там, вы не шли у человека в списке, и там, он опросил, вы это увидите и все такое. Если у вас большая конференция, если вы выпечатаете, он как бы вы боишься, а мы там делаем, даже если напечатаны 500 боишься, мы их всех проверяем. Мы их сверяем со списком. То есть, ты тот человек, мы проверяем. Все это для них пропечатаны. Типография может вам не напечатать, какое-то количество боишься. Даже не специально, а не случайно. Потому что в большой тираже, они потом все лично не проверяют. Опять-таки, у вас есть время, что-нибудь по графике, вы можете сказать, вот у меня 100 боишься, каких-то не напечатанных, их могут запечатать. Или, если нет напечатанных, то у вас, как правило, все 5 субъектовые методы, и вы их можете до ранее уже подписать нормальным почерком, чтобы не делать это в успешке, непонятно так. Эм... Консантусом, я бы сказал, что было, да? Вот. Мы не до ранее, что это было. Даже в нашей последней конференции у нас было достаточно много гардеробных. Мы их достаточно действительно сделали, но нам их не хватило. Но нам повезло, что помещение, с которым мы работаем, у них очень хороших акционалов в своей области. И, когда я вам говорила, что проблема закончилась в местной гардеробе, они вам не говорят. Ну, делайте, что хотите, мы ничего не знаем. Они просто рядом организовали, инфронизированный гардероб с этими бельями с безумными вешалочками, и участники не действовали абсолютно никого не с комфортом, мы просто разделили это все по местным потокам, и это было бы много. Открытие вашей конференции оно должно быть быстрое, четкое, без каких-то стыков, без каких-то длинных ключей, привязательственных. Один коммунитет. Все сидят и находят услышать первого сникера. То есть им как-то нельзя слышать, что вышло, или еще там 10 партнеров. Хочет. Да, мы делаем, вступительные вещи партнеров, но заранее мы это очень хорошо оговариваем, чтобы они были короткими и не затягивались. И нам очень важно, чтобы мы втягиваем в лазере. потом у вас идет такой день. Значит, очень важно быть в тайминге. Если вы что-то выдерживаете, это очень интересно сказывается на всех участниках. Они все-таки грины, вы отразиваете нули. Вот представьте, когда вы, например, приходите на концерт, в 7 часов вечера должны начинать, в 7.15 мы начинаем, в 7.30 мы начинаем, такие грины, а я тут стою, 22 часа отсюда уйти, прослушав концерт, или я тут буду сидеть до 22-30, а я не могу так сидеть. Ну, и вспоминайте себя в таких ситуациях. Ну, кто-то не будет тогда, что-то не будет так. То есть, если, условно говоря, или я сейчас имею тебя, я сейчас имею. Я как раз успел. Если вам пришло ползала, а остальные ползалы еще не доехали, вы начинаете понимать все. То есть, это проблема не тех, кто приехал в Орена, а тех, кто не приехал в Орена. Доклады делаете? Нет, естественно, я сейчас уже говорю, больше часа, и это плохо. Ну, у вас концентрация не теряется, не знаю, может, по поводу не теряется, но если это, особенно на каких-то крупных мероприятиях, когда сидит там 300 человек, и один из таких докладывает, все становится скучно, они уже не концентрируются, но все. И людям тяжело, вот сейчас, уже есть час, не вставая, да? Очень важно делать перерывы, мы делаем перерывы, мы делаем доклады, доклады. Я знаю разные доклады, например, они почему не ставят в программе, например, доклад, доклад, потом перерыв. Никогда блин, человек не выселит полтора часа на одном месте, он либо встанет, чтобы было некомфортно всем, ну, то есть, есть какое-то уважение к спикеру, когда ты там не хочешь среди докладов, так сказать. Поэтому, в эти перерывы, особенно если у вас не стоит подготовка, принять подготовку, пройтись, выпить воды, и всегда мы делаем эти 10-минутные перерывы, и у нас перерывы по полчаса, на кофе-брейке, кофе-брейке, это имеется ввиду, не мочая кофе, но еще есть, да? Ну, про это. Ну, правда, как я уже говорила, и, если обращать конференция, очень хорошо делать какие-то альтернативы, вот, если человек не хочет слушать ни один из тех докладов, или он устал, или ему нужно поработать, или он не отпускает, ему кажется просто отключить мозги, вот, хорошо развелись какие-то места, есть удобные места по себе, удобные места, ну, поиграть на стол, поиграть еще во что-то, делать массаж, массажные конференции, это очень важно, очень важно, все очень быстро. Такое, люди у нас в треске, спикер опоздал, спикер не выходит на связь, спикер сообщил, что не приезжает, а это зоны, спикер, спикер не выходит на связь, все очень большие, у нас было это все, мы это все прошли, в этом тоже можно все пройти, в этом все пройти, как говорили, ну, так бывает, что, что важно, лучше не менять спикера местами, если кто-то вытал, если у вас крупные мероприятия, особенно, потому что часто участники могут приехать на кого-то конкретного, если он приезжает, в это время неприятно не выступают, потому что мы почему-то их поменяли, или, или, или позже, а им неудобно позже, то, типа, зачем я приехал сюда, я хотел бы позже приобретать на это. Но, я не говорю, что мы такого не делали, мы такое делали, мы такое делали, наша самая первая информация, там скрипт у нас была, мы поставили первого спикера, и я с ним заранее общалась, он был ответственным, я знала, что он мог бы не приедет, я бы не занималась. Но, случилось то, что он приблизительно, он ехал на такси, и такси попало на большой аварий, ну, ничего серьезного, но время, время потеряло. И нам повезло, что свидетель, который был второй по счетному, он приехал заранее, и мы их поменяли местами, и не было никого участников, почему вы их поменяли, я, но это такая ситуация. Спикер на выходе касается, тоже было не раз, приезжая на 10 минут, приходится, он говорит, что ты приходишь? Я спикер. Я спикер сообщил, что не приедет. На вашей конференции, ну, так, не вдаваясь в подробности, и на стране, в которой мы приглашали заранее, все его динансировали, все его ждали. до одной недели до конференции, он сказал, ну, до него какие-то проблемы, он сказал, все, реально приезжаю к вам. И все, ты его никак не предупреждаешь, у вас билет куплен, у вас все запранировано, и вам нужно было с этим делать. Упал Wi-Fi, все такие, блин, что за техническая конференция без интернета? Ну, если вы заранее этот момент не продумали, то есть вы заранее не отстроили интернет максимальный, вы можете себе ничего не строить. Не хватило всем еды, то же самое. Нужно заказывать больше. Никогда не мы заказываем типа, а кто-то там что-то не съест, кто-то не дойдет, всегда мы достанем минимум на 20% больше еды. А лучше, конечно, больше. То есть, скорее всего, ее и не останется, потому что люди могут есть чуть больше, чем вы планировали, но кто-то когда-то есть. И на самом месте, ну, в самом, например, победе, вот он заканчивается еда, ну, так вот не скажете, еще 50 процентов, потому что я не готов к вашему независимому заказу. Еще у нас было такое, что сегодня была пожарная стерилизация оборудования объектов. Идет наша конференция, много докладов, все докладывают. Тут начинается покиньте помещение, покиньте помещение, тоже момент, который заранее ты не продумываешь. То есть, и что делать. И все вышли там на улицу, дальше, дальше. И половиной конференции нет. Но нам повезло, что это была ложная тревога, и, ну, мы к ней не были готовы. То есть, что ты сделаешь, ты не будешь на улицу продолжать эту конференцию. Ну, то есть, это была приятная разрядочка. То есть, ложная тревога во время конференции, а ты тоже сделал, зная, что у вас нет. Нет, автоматически срабатывает примерно сигнализация, потому что на кухне что-то подгорело. И по всему отелю примерно сигнализация выводила людей в срочном порядке. отели, как раз, работали в городе. Я просто думала, они решили провести вам это. Нет, нет, это были не учения. Но, что самое смешное, зал, который был на первом этаже, большой зал, они все услышали, начали выходить, а мы, находясь в зале поменьше, на втором этаже, этой сигнализации не слышали. у нас такая хорошая была банковинация. Сейчас попал наш Саша, ко-фаундер Framework Days по совместительству архитектов, да? Работчики, работчики, так скажем. и мы такие, слушаем Сашу, все классно. Одна в дверь заходит другой наш организатор, осознаватель, понимаешь, Степа, и говорит, народ, пожар, надо выходить. И Саша такой, что ты мне мешаешь, выступать? И мы такие, Степа, послушай, это серьезно, надо эвакуироваться. Ну и все, как бы не понимают, если бы действительно была какая-то опасность, бы вряд ли вовремя лучше. Можно вопросить? Да. Как вы вышли из ситуации, когда поняли, что спикеры международные не приняли? Да. Мы вышли. Давайте я сейчас вот этот рейтдон закончу, и я расскажу. Вы мне потом еще раз зададите. Какие у нас были файлы? Мы распечатали всю печатную продукцию и одного нашего партнера запечатали прошлогодний логотип, потому что у дизайнера было несколько логотипов. А логотип, который, ну так просто не заменишь себе, не знаешь, что там отличие, но партнер-то знает, что нет. И уже под конец конференции мне партнер сообщает, что, Ира, как так? Везде, везде, нигде нет нашего правильного логотипа. И это для них очень большая проблема. Понимаете? Ну и тоже надо что-то как-то перейти в эту ситуацию. И еще остальное. У нас был спикер, вот мы заранее, после этого, причем заранее думаем о всех конференциях. До этого у нас все прилетали иностранцы, и никому не нужна была виза в Украину. Ну все же, понятно. А тут мы пригласили за год спикера из Колумбии. Мы его за год пригласили, мы его ждали, он ждал к нам приехать. А за месяц до конференции он почему-то решил проверить, а мы знали ему визу в Украину? И ему нужна виза в Украину. И вот это сделать за месяц это было практически нереально. Мы это сделали. Он к нам прилетел. Это очень длинная история. Очень интересная история. Но суть в том, что, вы знаете, лучше не делать визу в Украину. То, что вот мы тогда делаем шунген или даже другие люди. Это вообще все цветочки в связи с тем, как иностранцы, которым нужно было в Украине. Украинское консульство просто не хочет на годы ее давать. Они работают, знаете, типа три часа в неделю в неудобное время, и в эти три часа они могут еще не усладывать этот вопрос вообще. Короче, он прилетел, все было хорошо, но это был хороший угроманс. Мы адресировали место проведения на дешевых дорогих. И такие, я не понял, что мы забронировали. Мы туда позвонили, это наше такое постоянное место, которое мы пользуемся. Мы часто пользуемся. Говорим, слушайте, а куда у нас это? Ну нет, все занято ведь в день. Мы такие, и вообще вот все есть со стопроцентной оплаты. Да, да, точно будет. Вот. А все участники у нас получают билеты, и на билете написано сразу местопроведение у нас тут не имеется. Ну и тоже, да, доставчай, что уже поменялось местопроведение. Увели кучу негатива, потому что местопроведение уже не такое удобное в обыбирании, как было. Где, зачем, в последний момент, перенесли, зачем это делать, как это можно. Ну, конечно, тоже надо работать и не думать. И как вы решили, если так? Ну, не так. Отвещали людей, старались коммуницировать. Тут никак. Если кто-то недоволен, отказывается, возвращает деньги. А если кто-то просит недоволен, выслушает. Да, да, простите, но больше страшного не искали. Сплатно следующее мероприятие? Нет, следующее мероприятие мы не будем предлагать. Можно предложить какую-то скидку или какую-то футболку в этом случае. Когда мы пришли на такой новый уровень конференции и настало много участников, мы поняли, что нам нужно менять зал на больше, а больше нам, а это гораздо больше, потому что арендная стоимость. Мы в больших залах на порядок выше, чем в небольших залах. И когда столкнулись с тем, что нам нужно заказывать обеды для участников, потому что рядом не было покушать, и целый день у нас разные очень большие затраты, с которыми мы не были готовы, ты везде пытаешься сэкономить. И мы сэкономили не совсем на правильные люди, и мы заказали ланни бокс вместо горячего отеля. На самом деле это стоило 40-50 человек. Это очень маленькая экономия, я могу сказать честно, но получилось не очень. Потому что ланни бокс это большой кофе-брод, йогурт, яблоко, немного какой-то сок, там даже сока не было. И вот для подгониста они все мужчины, они целый день на кофе-брейках, и потом у них какой-то еще ланни бокс, и какие-то прикалывания, как вы предлагаете. Ну и после этого я отказала горячее. Это большое количество. А это на следующий поэт. Мы проводили PHP-конференцию в Украинском доме. Нет? В Украинском доме мы заказывали какой-то проект. Мы там могли бы сделать. Как правило, если вы знаете, там какие-то разные выставки бесплатные, куда очень надо ходить разные люди, в том числе пожилого возраста, они там общаются, реализируются. И наши кофе-брейки располагались как раз близко к этой выставочной зоне. И там украинский дом никак не отгородил это все. То есть мы никак не могли конкурировать как посетителей. А кофе-брейки, как правило, на кровати чуть же ранее, чем участники приходят. А мы еще чуть-чуть подзадержались на докладе. И когда вот мы пришли на кофе-брейки, мы поняли, что половины еды уже точно нету. и официанты стоят в банке, все наливают, просто дают все. Это не наши участники. Говорю, а мы с ними обсуждали, что вы участники наши, поедете, и все. Ну, тут опять-таки непрофессионализм само полчатки, что, что мы можем сделать. Вот. Ну, тут тоже хорошо, что у нас пойдет такой даже бан. в данном момент стадийные программисты. Важный критбер, оборудок, и шпили. Все хорошо. Вот. Докрытие, то и не витагируют в рейхленте, в конце у нас всегда такое формулое фото, сейчас же все хорошо. Это моя шпи-шпи конференция. И, скорее всего, у нас будет окупати. Ну, это хороший такой закрепляющий момент после каких-либо в отдельных конференциях или в студентах. осыпать и пробовали проводить и на самом месте проведение, ну, сразу же застрялись рядом с утра. Или, для меня был такой опыт, что после романа Энкор мы всех садили в атомцах, мы все равно всех участников возили в портер-паб на огнявку, потому что это был вечер, у многих был поезд обратно, то есть это было законодательно и удобно после паба приходить пройтись, и удобно потом домой доедать из столичного шоссе. А вы вклады в паб тренировали? Да, мы делаем результат на какое-то количество людей, какое-то количество еды. Не обязательно, опять-таки, на автопаде тоже не обязательно ставить цель, например, всех до паба. Это могут быть какие-то выпускники, напитки с расчетом а-ля один или два напитка на человека, ну, достаточно. Ну, и на автопаде, как правило, уже доходит не 100% людей. То есть тут тот вариант, когда не будет как-то, если все съесть. То есть лучше автопаде сделать в каком-то заведении, уже там, готовой музыкой, служащим персоналом, чем это делать там, чтобы не было как-то зарядное диджее? По-разному. Например, в данном случае нам это понравилось, и в автопаде есть вся же музыка, все классные там, огромное помещение, это такой огромный ангар, куда они у нас участвуют. А у меня открыли? Да. Открыли еще больше на Аппещатике. Самый большой аппетит. Не знаю. Вот. Когда мы проводили... Когда мы проводили конференцию в Сентябре в Космополите, была прекрасная погода, мы арендовали террасу ресторана на Санполит, мы заказали и группу, которая играла интересный кавер песни, это было очень красиво, очень классно, на воздухе. То есть, ну да, потому что получилась дорога, чем просто взять в фабе напитки и еду готовно, вам бы всем понравилось и мне. Когда вас остановитесь, уже там не надо падать. Что делаем после мероприятия? Мы всех благодарим за взятом порядке. Получаем обратную сайту участников, это тоже важно, потому что вы никогда не дали, что у вас ждали. Ну, даже... По каким-то своим ощущениям, не факт, что если вам понравилось, то всем понравилось. Или, если вы думаете, что все пропало, вы можете поменять. Расшариваем фото видеопрезентации. А в членниковой слухой фото видеопрезентации выставлять? Фото? Вот очень желательно. Один, два, три дня. Вот фотографы, там, если надо, каким-то повышенным тарифом. Но, если фотографии будет сколько-то говорить через неделю, то мы уже не будем смотреть. Да. Я помню, что вы были за спонсорами на конференциях, и там было очень кличное ладо, что были фотографии в высшем срочном порядке. Потому что у нас будут свои мероприятия, мы будем дезинфицировать в компании, как мы участвуем в компании на мероприятии. И поэтому, вот в данном случае, это реально было для нас уже критично. Да, это очень неплохо, потому что, в данном случае, запрос фото, ты получаешь все. Да, это важно. И особенно бывает, когда пришла конференция, вечер, ты уже такой, отнышел, потом получаешь этот же вечер в соцсетях сообщение. А когда же фотки будут? Фотки. Ты такой, да, фотки будет в течение двух дней. О, ну ладно, подождем. Хотя, ты же делаешь качественное фото, ты же не просто там, отфоткал и залил, не понятно что. Обязательно нужно подбивать финансы и бюджет, даже если у вас не коммерческое мероприятие, даже если вы там не планируете прибыль, надо понимать, что вы запланировали и что у вас вышло, чтобы в дальнейшем что-то делать. А что же попрямо делать? Провести анализ с фуманги, как все прошло, и обжаркнуть, да, вот это контактное, чтобы потом по инвалидным ссылкам будет сделать. Пчелки там, очень классные тип листы, вот все понятно, может даже лучше, чем я так рассказываю. По поводу образов писатель. Мы собираем образов писатель в электронном виде, в электронном форме. Мы стараемся делать анкеты не сильно длинные, не сильно задавливаются вопросами участников, но в какие-то важные моменты для себя получат ответы. Мы также делаем такие частные анкеты на некоторых конференциях, они фактически дублируются с этими электронными, но хорошо, когда где-то 30-40% участников вы здоровы, где-то 30-40% участников выполняют анестезию анкеты и отправляют вам на регистрацию за днями. Кажется, так говорить, в начале, в середине дня, мы вас очень просили, в момент, в чем поможет, вам становится лучше. Вы также можете какие-то способы аплодировать, например, провести розыгры для тех, кто принес анкеты. Мы такое делали, по-моему, не повышалось. Если повышалось, то на небольшой процент. Человек не принесет либо не делает. Еще могут быть какие-либо фирменные функции, мы такого не используем, я такое нашла в этом доказательстве. Не знаю, если человек не хочет, чтобы видели, что он там принес, что он голосовал. так же. я так и сделала. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Мы приезжайте просто к нам, подключайся. Мы хотим, чтобы вы увидели, что это действительно неплохо происходит. Тот, где мы поняли, что не вариант, мы дали его билет, у нас был шортлист из тех, у нас это почти на каждую конференцию, из тех докладчиков, которые нашли в программу, потому что у меня было место. Мы просто взяли доклад. Ну и все, мы этого, скажу честно, мы этого нигде не анонсировали, прям. Вы знаете, к сожалению, к нам не приедет этот спикер, нам всем очень жаль. Потому что участники так заметили, было несколько комментов, что ой, жаль, что он не приедет, да, мы отвечали, и действительно так повелось обстоятельства. Единственное, что важно, конференция это кое, мы вышли без проблем, но с этим спикером у нас была договоренность провести тренинг накануне конференции, это однодневный тренинг по АМИ-2, а он экспертный тренинг, и найти в Украине аналогичного эксперта практически невозможно, тоже по другому роду. Вот это самое основное было, потому что мы собрали 50 участников, они у нас получили деньги, они ждали его приезда, и нам пришлось поработать с каждым участником, объяснять, что он не приедет, и предлагали гипернативу. Мы за неделю пришли с тем, кто подготовился набрать этот мастер-класс. Тоже такой момент, конечно, не того уровня, но мы решили предложить эту альтернативу, и те, кто согласился, пришли, послушали. Мне всем понравилось, потому что, знаете, когда участник ожидает пола эксперта, а потом приходит, такой сравнивает, да, блин, это вообще не то. То есть мы были готовы к мастер-классу, мы понимали, что были сравнениями в большую сторону, но были те, которые, да, ничего, все нормально, я и так всегда что-то новое услышал. Были те, которые, от которых мы даже возвращали деньги после мастер-класса, то есть он как-то пришел на мастер-класс и говорит, вообще, ну, то есть он не столько что-то не понравилось, что нам просто лягче. И мы ему деньги, и не считал, что я его рекомендую. Скажите, пожалуйста, у вас основные инструменты продвижения все-таки таргетированная реклама в Фейсбуке или же партнерки? Почему больше? А что больше опираетесь? Первое, это наша база, в которой у нас очень много писали участников, которые в конференциях-конференциях к нам возвращаются. Второй момент, это, наверное, долг и реклама в Фейсбуке. Нет, знаете, даже не так. Это вот чатики или какие-то сообщества, но сообщества очень целевые, то есть не просто, а сообщества. Ну, так, а идти. Ну, есть у нас 5 стовазов, которые мы, наверное, встретили в футболистов. Спикеры, они расшаривают о себе посты? Да, расшаривают, можно их попросить расшарить. Ну, так, не расшаривают. А у вас есть ОРПА-щик в вашей команде, который на заявку отвечает за проник? Нет, отдельно ОРПА-щика нет, мы просто... Просто в своей команде? Да, в этой компании. А еще один вопрос. А если мероприятие начало подготавливаться в середине декабря, но оно запланировано на конец ноября, как быть с теми новогодними праздниками в продвижении? Это же месяц. Если уже умирает? Еще раз, смирите, оно началось в декабре. Ну, мероприятие на конец января запланировано. А подготовка в середине декабря, ну, так получилось. А, а мероприятие это хорошее? Нет, ну, метал. Метал, да. Получается, что это новогодние праздники, это же не реально один в две. Да, вот. Как быть? Заморозить просто... Нет, вы можете давать анонсы, но понимать, что... Ну, вот, спасибо. Я хочу сделать еще раз. То есть, условно говоря, если у вас есть возможность сделать анонс в каком-то дайлисте, в каком-то комьюнити, который, по идее, хорошо должен выстроиться, то лучше этого не делать в новогодние праздники, а подождать, что это был полномоке, давить перед себя и заходить туда пойти в корону нового обеда. Если...